Такие проблемы, что вот кто-то там голосует за других людей, там нажимают кнопки, кнопкодавы. Смотрите, общество российское при Путине незримый договор с ним заключило. Оно сказало, Владимир Владимирович, делай что хочешь, только дай нам, пожалуйста, заниматься личной жизнью. Зарабатывать деньги, заниматься личной жизнью и так далее. А так, то, что ты делаешь внутри страны и во внешней политике, нас не интересует. Хочешь закрыть НТВ, ну закрывай. Свобода слова, да, не нужна она нам, как считали мы раньше. Какие-то реформы судебные, прокурорские, люстра, да зачем нам это надо? Вот нам главное, чтобы у нас было покушать, поесть, купить машину, чтобы у нас было в материальном смысле все нормально. Но знаете, выясняется, что у нас очень линейный народ. И что он действительно пользуется компьютером, но только для того, чтобы поиграть в игрушки, для того, чтобы зайти в одноклассники, для того, чтобы отправить почту. А вот самому напрягаться, анализировать информацию, сопоставлять то, что дает разжеванно уже, в разжеванном виде в таком экран, в выпусках новостей, и сопоставлять с той информацией, которая есть в интернете, это для обывателя русского, для российского обывателя, это страшная работа, страшный напряг. Поэтому он лучше будет смотреть телевизор и верить тому, что телевизор ему говорит. И потихоньку, полегоньку отняли одно право, право там на собрание, на мирное собрание. Потом отобрали право на ведение бизнеса малого, среднего. Все сгруппировались в руках монополистов, которых крышевала чекистская хунта, которых крышевала ФСБ. ФСБ сегодня такая контора, которая крышует всю экономику России. И если говорить о киевской хунте, то я не понимаю, кто здесь в руководстве страны, собственно, военный. Насколько я знаю, Яценюк, невоенный, значит, лидер парламента вашего, Турчинов, по-моему, тоже. Нас, если взять, начиная от Путина и кончая всех его друзей, это все выходцы из ФСБ. То есть как раз хунта, чекистская хунта, это у нас, в Москве, а не военная хунта у вас в Киеве. Так что чья бы корова мычала, чья бы корова молчала, твоя бы не мычала, как говорится. И вот этот договор, он привел к тому, что мы потеряли все права и свободы, которые должны быть у человека. Право на свободу слова, право на свободу СМИ, право на независимую судебную систему, право на назначение губернаторов, не на избрание губернаторов, на избрание мэров городов. Право на свободу собраний. Вот, собственно, мы пришли сейчас к тому, что гайки завинчены так, что сейчас многие задаются вопросом, как мы дошли до жизни такой. Собственно, сегодня у нас уже нет свободы слова, у нас нет свободы собраний, у нас нет независимого суда, у нас нет выборов, у нас нет независимого законодательного, органа, как у вас, Рады. Это все кнопкодавы, это все симулякры оппозиции. Это абсолютно те же самые кремлевские партии, которые играют роль оппозиции, которые на самом деле кормятся из одного и того же источника. Вот сегодня зарплата, если вам интересно, если еще недавно она составляла зарплату депутата белыми, только наличными деньгами, это еще неизвестно, сколько там надбавок, там за вредности, или год по проезду, перелету и так далее, составляла где-то 200 с лишним тысяч рублей, не знаю, сколько гривных. Сегодня вот такая вот чистая зарплата депутата Госдумы составляет 450 тысяч рублей. 450 тысяч рублей. Это европейский уровень зарплат. Да, 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 да. Ну, когда я узнал, сколько получает главный железнодорожник Якунин, конечно, я был потрясен. Полтора миллиона рублей в день. В день, ну, вы представляете, да, разницу в доходах между средней зарплатой в провинции, в российской, 20 тысяч рублей, сколько это, 6 тысяч гривен примерно, что-то такое, да, и 450 тысяч или 500 тысяч рублей, это депутат Госдумы. Вот такой, вот во столько раз разделяется уровень жизни между состоятельными людьми и между врачами, учителями, интеллигенцией, библиотекарями и так далее. Тех, кто кормит, обувает, одевает, лечит и учит. Вот, и сегодня мы пришли к тому, что, собственно, у нас в стране, если кто-то хочет что-то высказать, какое-то независимое мнение высказать, то у нас осталось всего 4, по существу, 4 средства массовой информации независимых. Одно радио «Эхо Москвы», одна газета, новая газета, один журнал «Женя Альбаца», «The New Times», и одно полудохлое телевидение – это, значит, дождь, который выселяют из его вот этого знаменитого здания на Красном Октябре. Все, сегодня для журналиста устроиться и донести объективную точку зрения в России невозможно. Все говорят, ну почему так ваши журналисты врут? Ну почему врет Соловьев? Ну почему врет Киселев? Ну почему Добродеев врет? Это генеральный директор компании ВГТРК. Человек, который начинал независимое телевидение в России, который запустил первую постперестроечную вот эту программу 91-го года «Вести», когда Евгений Алексеевич Киселев, который не вот Дмитрий, а Евгений Алексеевич со Светланой Сорокиной вели вот эти первые знаменитые выпуски новостей. Видимо, масштаб гонораров настолько велик, я подозреваю, что он, что всякие нравственные, моральные и прочие принципы просто исчезают, яко дым от лица огня, да, так это расточатся беси от лица любящих Бога, да, с молитвы, да. Расточаются вот эти все моральные принципы и остается одно бабло, бабло в глазах. Да, кстати, канал, по-моему, «Россия-24» или «Москва-24», вот не помню сейчас, перед «Маршем мира» было сказано сотрудникам, если кого-то из вас мы заметим о «Марше мира», все, вы уволены. Смотрите, массовых репрессий нет, но нагнетается атмосфера страха. Во-первых, то, что человека могут посадить ни за что, как посадили, например, усников в Болотной, как сажают экологов. То есть создается ощущение, что могут посадить любого в любой момент. Поэтому многие интеллектуалы, которые востребованы на Западе, они просто взяли и уехали. Отток замечательных кадров, замечательных специалистов в различных областях из России очень большой. И плюс истерия народная по отношению к так называемым национал-предателям достигла такого уровня, что даже полиция здесь не нужна. То есть ты будешь идти по улице, к тебе могут подойти какие-то странные люди с колорадскими ленточками и ударить тебя несколько раз по голове битой. Рядом будет стоять полицейский, и он пальцем не шевельнет, чтобы защитить тебя от этих ребят. Потому что это одно и то же. Это одно и то же. Ну, это произошло потому, что Россия проиграла Чечне войну. Все думают, что Россия навела порядок в Чечне. Они на самом деле нет. Это Рамзан Кадыров и папа его победили Россию. И теперь они, как баскаки, получаются России дань. То есть Чечня и элита Чечни купается в золотах, изумрудах, алмазах и так далее. Вот. У Рамзана один папа, один покровитель, Владимир Владимирович Путин. И за то, что Путин прощает ему все за лояльность, за то, чтобы он, как смотрящий на зоне, соблюдал порядок в Чечне. Чтобы в Чечне была тишь, глаз, божья благодать, и чтобы не было никаких террористических проявлений. Соответственно, Рамзан Кадыров платит за это тем, что посылает своих боевиков в Украину для того, чтобы они здесь воевали. Но, с другой стороны, есть и чекирийские, насколько я знаю, и чекирийские батальоны, которые каким-то образом сюда тоже просачиваются. И на правах каких-то таких полудиверсионных групп эти чеченцы с теми чеченцами воюют. Вот таким образом. Они считают, что кадыровцы – это предатели и трусы. Что бояться их не надо. Их жестокость и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok